Здравствуйте, меня зовут Елена Кузовкина, это программа «Сноска». Как правило, мы приглашаем в студию различных экспертов и обсуждаем ту или иную актуальную тему, будь то ремонт дорог или введение дополнительных предметов в школьную программу. Но сегодня у нас не совсем обычные гости Елена Кащеева и ее дочка Аллочка. У Аллы, кстати, накануне открылась персональная выставка, работает она в художественном музее, с чем Аллу и поздравляем. Алла, если не ошибаюсь, выставка посвящена твоему дню рождения. Все верно? То есть специально к ней ты готовилась, писала картины? Да, это правда. Когда мы с вами познакомились, Аллочке было, если не ошибаюсь, года четыре. Сейчас уже двенадцать. Ты учишься в обычной школе? В обычной школе с улучшенными детьми. Так, как тебя принимают ребятишки? Все ли у вас хорошо? Есть друзья? Очень много друзей, почти вся школа. Ребятишки меня принимают очень хорошо. Какие предметы любимые? Больше всего я люблю литературу, но люблю и русский. Лен, ну Аллочку многие знают, ребенок особенный. Давай напомним, когда ты узнала, что вот она такая, необычная, какие были чувства? Я знаю, но история настолько трогательная, что стоит поделиться и с нашими зрителями ею. Ну, история, скажем так, в последнее время она банальная, потому что, к сожалению, такое встречается все чаще и чаще. И в разных городах, не обязательно в Барнауле, в Москве, и в Питере, и на Украине. Ни одно УЗИ у нас не показало, то, что девочка вот такая вот родится, а потом уже принесли в палату, вот так вот сказали у вас маленькие ручки. То, что пожелания врачей, не пожелания, ну, они мне вынесли такой диагноз, что вот ваша дочка не сможет самостоятельно кушать, за собой ухаживать, сидеть там, самообслуживание. Вы будете прикованы к ней. И я, как птица-феник, сгорела полностью всю свою жизнь, она у меня была перечеркнута. И я заново возродилась. Я протестовала, и сейчас протестую против врачей, против того, что они мне словесно вынесли. Вот это нам, ну, это не только ей, это в нашей семье такой диагноз. Да, я совершила чудо, потому что моя девочка с маленькими ручками, они не такие, как все, они маленькие, пальчиков не столько, как у остальных людей. Но нами может все. Она кушает самостоятельно, она пишет, она рисует, она одевается, обувается. Вопреки ведь прогнозам, правда ли, тем самым, которые вот изначально говорили врачи. Да. Все у нас наперекор мы пошли всему. Наперекор обществу, потому что шел 2007 год, тогда таких детей вообще там, колясочников или с какими-то заболеваниями, их же не показывали, их прятали дома. Их даже на улицу редко выводили. А тут вышла я со своей маленькой девочкой. Все удивлялись, все поражались. А как? А вот так. А мы будем жить. Мы помним, как она играла в кукольном театре, совсем маленькая еще, будучи, управляла куклами. И вот тогда мы с ней познакомились, собственно, впервые, ну вот когда в 4 года, да, в 4 же года у вас вышла первая персональная выставка. Ты вообще веришь в Бога? Ты веришь в то, что вот он чего-то не дал, значит, вот компенсирует обязательно? Да. Этот ребенок от Бога? Да. Она очень добрая, она ласковая, она вот позитивная такая. С ней вот любят играть не только вот ее сверстники, очень взрослые ребятишки очень ее любят. Малыши ее обожают, потому что она вот со всеми может найти общий язык. Если кто-то заплачет, она может подойти, там что-то на ушко сказать, по головке погладить, все, и ребенок расцветает. И то, что нету, как-то не обращает на нее внимание, то, что маленькие ручки, это не диковинка, это обычная аналочка. А так никто не говорит там, ой, что это у тебя? Наверняка случается. Как ты на это реагируешь? На это реагирую я сама обычно. То есть ты обычная девочка, такая же, как все? Да. А вот, знаешь, всем профессиональным художникам, писателям, журналистам задают такой вот, может быть, банальный вопрос. Где вы берете источник вдохновения? Где он? Вот ты, когда пишешь картины, только ли потому, что вот это нужно сделать, или все же пока не придет что-то сверху, ты не берешься за кисти краски? Конечно, не берешься за кисти краски, вот когда я себя ни сама не заставляю, ни маму меня заставляют. Вот у меня происходит, когда восхищение, вот только тогда я берусь за кисти краски. А восхищение от чего? Что может тебя восхитить? Природа, какие-то животные, прохожие, музыка, не знаю. Конечно же, музыка и мои кошки. Кошки, которые живут у вас дома? Да, их две. Алла, ты начала писать книги. Это вслед за мамой, кстати, да, мамы, вы не завязали с этим увлечением? Продолжаю. У меня есть автобиографическая книга, которую пишу. Просит уже сейчас перейти на более высокий уровень, то есть писать методичку, как говорится, где описывать все, что я делала для Алли, методические разработки, упражнения, как разговаривать, как с детьми, как с взрослыми, то есть полностью для развития детей. Как жить вообще в современном обществе, жить полноценно, да? И, конечно, сочиняю дальше сказки. И ведь источником вдохновения для тебя вот как раз и была в свое время Алла. Да. Ты о чем пишешь? Я пишу разные сказки. Бывают и рассказы, и не только сказки. Кто их читает вообще-то? Читаю я с мамой. Вы с мамой. А экспертам показывали, картины, кстати, показывали, сказки показывали. Что говорят взрослые профессиональные дяди и тети? Взрослые говорят то, что мои сказки, они волшебные, необычные, интересные, познавательные. Так. Про картины тоже знаю, что есть мнение. Ну, про картины уже очень много людей видели, и художники, и наши искусствоведы, ну, разные видели. Сотрудники разных музеев. У нее есть собственный стиль. То есть это идет не абстракция. Абстракция – это когда ничего не понять, просто вот яркие цвета. А здесь яркие цвета, фантазийные какие-то животные. Можно на картинах найти животных, птиц. Потом вот эти вот завитки, вот это переплетение яркие. Это какие-то детские эмоции или это действительно талант? Есть потенциал, действительно. Сказали, что это уже все-таки не просто, скажем так, вот мазня, да? Да, вот. А это уже картины. Ну, стиля пока вот определенного, как вот раньше. То есть развиваться вы планируете в любом случае в этом направлении? Выставка работает первый день, и картины уже пользуются. Мало того, что просто с зрительским интересом их уже хотят приобрести. Все верно? Да, все верно. И я этим очень горжусь и рада. Вернемся к теме. Мы до начала эфира с вами обсуждали. Вы же планировали, Аллочке, установить протезы. И даже были люди, специалисты, которые были готовы с ней поработать. Что не так? К сожалению, я не знаю, по какой причине. Они уехали в Москву, там вы работали. То есть вы уже встречались? Встречались. Уже для нас были сделаны, примерка была этих бионические протезы. Они крепились вакуумом, крючком сюда. То есть у нас самое главное, пальчики, полностью локтевая вот эта вот система, которая у нее есть, она оставалась в целости. Они съемные. То есть когда надо, она могла их снять. Когда надо, обратно это установить. Ну, конечно, с моей помощью. Пальчики они проверяли, вот как работают на компьютере. То есть полностью предплечье. И вот пальчики вот все это проверяли. Я не знаю, по какой причине, но перестали с нами сотрудничать. Но вы надежду не теряете. Мы ждем, если надо будут деньги, конечно, там для продолжения их работы. Потому что у нас нету такого в России, то, что они нам предлагают. Тем более для ее возраста. Поэтому ждем их. Давно вы смотрели в глаза тем врачам, которые в детстве, в раннем детстве ребенку сказали, что вот все будет плохо, будущего никакого. Мне просто интересно, как они вот сейчас восприняли ее. В прошлом году есть, или Карсей Нашотович Иосифов, вот наш по Алтайскому краю детский ортопит роматолог. Он нас ведет с самого детства. У нас Тарышкин Александр Васильевич был, потом он. И какая она у него первый раз была, конечно, когда пальчики просто... И какая сейчас, она даже держит нитку с иголкой. Когда они просто пальчики висели, не работали. Она ничего не могла им делать. И когда мы к нему приехали, она пришила пуговку. Реабилитация продолжается, все верно? Всегда. То есть это постоянная работа над собой, ты всегда рядом с дочерью. Постоянный массаж, потому что у нее устают и глаза, мы носим очки. И устают ручки, когда она много пишет. Устает у нее спина. Каждый день. Аллочка, а кем ты хочешь стать в будущем? Я хочу стать писателем. Все же писателем. Никакой профессии там юриста, экономиста ты не рассматриваешь? Нет. То есть творческое направление в любом случае? Конечно. А у тебя мама какая? У меня мама добрая, заботливая. Всегда мне во всем помогает. Я понимаю, что вы друг для друга. Просто, я не знаю, как не разлей вода, наверное. Не будет ее, не будет вас. Да. Вы созданы друг для друга. Просто это подарок, действительно. Я горжусь, что я вас знаю. И сейчас тоже расплачусь. Поэтому давайте будем нашу беседу завершать. Пойдем попьем кофе и еще поболтаем. Я прям минутку хотела сказать. Я приглашаю всех детей, кто захочет сходить в мою театральную студию. Это ТОС привокзальный, около вокзала находится. Она будет практически благотворительной. Будем продолжать работать с куклами. Сейчас у меня другие и тростевые куклы, и перчаточные. И приглашаем на выставку Аллы Кащеевой. Она работает до 22 сентября в художественном музее Края. Я напомню, что сегодня у нас в гостях была Алла Кащеева и ее мама Елена. Продолжение следует...